Сегодня мы будем говорить о Дюрасе, и чтобы о ней говорить, мы сначала смотрим фильм «Солнце желтое» или «Солнце желтое». Его по-разному переводят. Это фильм, который недавно появился, потому что Алексей Войнов, который, собственно, переводчик Дюраса. Вот. Давайте, пожалуйста, прямо пару слов про сам фильм. Мы будем его смотреть, а потом он расскажет нам немножко про письмо о Дюрасе, и потом, надеюсь, у нас хватит времени, чтобы у нас какое-то живое обсуждение получилось. Так, я у Маши украсил минутку до показа фильма по одной простой причине. Я думаю, что Дюрас как бы фрагментарно, на мой взгляд, она не была переведена на сегодняшний день на русский язык. Представление не нуждается, а вот по поводу фильма мне бы хотелось сказать вот что. то есть мы сначала долго с Машей выбирали, какой бы фильм Дюрас показать в рамках письма, посвященному в рамках семинара, посвященному женскому письму. И я очень как бы попросил «Свет солнца желтый», потому что, во-первых, он был совершенно недоступен. Фильм показывался только в течение двух недель после того, как он был снят в 70-х годах, всего две недели он шел в одном кинотеатре в Париже. После этого он совершенно пропал, причины неизвестны, хотя многие другие фильмы Дюрас выходили на DVD. Наверное, вы что-то видели из этих фильмов. Вот. Это причина первая. Вторая причина – это фильм политический. Возможно, даже единственный в такой мере Дюрас, который посвящен политике. И мне кажется, очень перекликается с тем, что мы сегодня наблюдаем вокруг нас самих. Хотя, если не снять 70-х годах, очень похоже на то, что творили сегодня. Вот это я хотел сказать. И последнее. Вы как бы слушайте ритмику речи, но уделяйте внимание переводу субтитрам, потому что раз говорил этот фильм о слове, и слово должно производить буквально тактильное впечатление. Так что это очень важно. И кино она снимала, чтобы слушать и читать, и не смотреть. Вот. Это такое напутствие. Главное приятного просмотра. Спасибо. У нас остается не так много времени, но я хотел бы начать с того, что, если вы мне позволите сказать несколько слов от себя, потому что я занимаюсь Дюрас уже лет 20, и хочу вам сказать, что каким-то тайным для меня причинам достаточно сложно найти издателя, который бы согласился продолжать издавать то, что еще не издано. Поэтому Дюрас у нас известна, на мой взгляд, очень одноболка и не всегда верно складываются они представления. Из последних вот таких достижений, то, что мы отвоевали, отвоевали мы это совместно с Дмитрием Волчиком в последнем митинном журнале. Три текста, две раз. Программный текст «Болезнь смерти», но еще несколько текстов, переводов и моя сопроводительная статья. Времени совсем мало, но я вот хотел бы остановиться на трех темах, немножко рассказать об этом фильме, потому что, мне кажется, это важно, о письме Дюрас, как она себя представляла, процесс написания текста, и, собственно, самое, что было анонсировано, женское письмо и отношения к именизму. Значит, что касается фильма, речь в фильме идет о безумии, разрушении, о контроле и о евреях. О каком безумии и о каких евреях? Прежде всего, я коснусь исторических фактов, которые предшествовали этому фильму. Первый муж Дюрас был угнан в концлагерь в Дахау, и когда война закончилась, в общем, Дюрас даже добился. Ей с трудом удалось спастись благодаря помощи своих друзей, и после войны она добилась того, чтобы тот, кто донес на ее мужа, был казнен. Обо всем об этом написано два текста, две книги. Это «Боль», она переведена на русский язык, и вы ее найдете в интернете, и военные тетради, которые не переведены. То есть об этом текст ей. Что было потом? Потом был фильм, как бы, тоже о безумии. Обезумие, может сказать, трилогия, это «Разрушать», говорит она, «Свет солнца желтый» и «Натали Гранжи». В сценарии «Солнца» Дюрас стал писать сразу после фильма «Разрушать», говорит она, и предшествовало этому вторжению войск в Чехословакию в 68-м году. И воспоминания, связанные с гонениями на евреях и с войной, просто в ней вновь поднялись, она стала писать сценарий этого фильма. Это, как бы, история. Что касается самих евреев, кто это такие для Дюраса? И это, между прочим, как выясняются, не только люди. Это еще стихии, какие-то культурные явления, характеры. Она перечисляет, я цитирую, евреи – это, прежде всего, те, кто родились евреями, те люди, которые не подчиняются режиму и отказываются от него. Дети, любовники, хиппи, лес, море – все это евреи. То есть характеры и стихии, которые не приемлют никакого давления. Я не знаю, как можно жить в Праге, в Ленинграде, в Буэнос-Айресе, в Калькутте. Но, видимо, как-то люди там живут. Совершенно непонятно, как они не кончают собой. Наверное, скоро мы узнаем о коллективных самоубийствах. Но пока, как выживают в этих странах? Выживать можно только двумя путями. Первое – это когда какой-то класс поднимается и сообщают, заявляют о том, что они не могут принять ни власть, ни то, что происходит в стране. Второй способ частный – это безумие или сон. Как вы видели, в Давид полфильма «Спит». Кто вообще он такой? Что предшествовало созданию этого образа, Давид? Как раз тот солдат, который безумно, не имея совершенно никакого политического сознания, как пишет Дюрас. В основном я практически дословно воспроизвожу то, что я написал в дневниках или говорил в интервью. Он не имеет никакого политического сознания. Он – продукт этого символического государства, которое названо «Штат». По смеси двух немецких слов. «Штат», «Город» и «Штат», «Государство». Сабана живет внутри этого условного государства. Но она отличается от его жителей тем, что очень тонко все чувствует. Она слушает, видит и пытается это осмыслить. Поэтому она выживает в этом государстве. И остаются сами евреи, которые отказываются от всего, как вы видели в фильме. Поскольку они отказываются, они не впитывают то, что им навязывают. Никакой режим, ничего, никакой совершенно чужимы. И этим спасаются. Ну вот, наверное… Нет, еще одна важная цитата. Дзюрас сама не была еврейкой, но есть, например, даже целая книжка, которая называется «Еврейство Дзюрас». Но к евреям себя относила. Она говорила так, что после того, как человек узнает о существовании концлагерей, он не может не быть евреем. И мир не может не перевернуться для него. Поэтому она написала так, что я имею честь разделять с этим народом свой собственный статус. статус, собственно, писателя, от которого она хотела к нему принадлежать, поэтому она себя сравнивала, и вспоминала о том, что от нее, как от писателя, тоже очень часто отказывались. Так вот, народ этот, которому я имею честь принадлежать, видит мир как последовательность концлагерей. Или, можно сказать иначе, как пространство, разделенное на сектора концлагерей. Концлагеря эти разные. Бывают коммерческие, бывают тихие, бывают активные, бывают невидимые, о которых никто не знает. Вторая часть, я бы хотел немножко сказать, о безумии не удастся, наверное, сегодня нам перестать говорить до самого конца, но об одиночестве. Вторая часть, это письмо. У Дюрас есть эссе, или можно это назвать повестью, которая называется «Экрир», то есть дословно писать, где она описывает, как она писала, что с ней в это время происходило. Так вот, писать для нее было прежде всего, это означало одиночество. Какое одиночество? Одиночество, которое она возводила, как стены. Какое-то особое одиночество писателя, которое невозможно ни с кем совершенно разделить. означает оно безумие и алкоголь. Алкоголь, как написано в этом эссе, но не полная эта правда, для того, чтобы уснуть. Она так боялась саму себя, что накрывала, когда засыпала, накрывала лицо платком, о том, что написано в нескольких ее романах. Одиночество это длилось более десяти лет, то есть была семейная жизнь, была активная литературная жизнь, а потом такое вот проваление во времени. когда она уехала в свой дом, и писала, 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 и чуть не сошла с ума. Ну, правда, она после многих книжек говорила, что я чуть не сошла с ума. Вот. Что это было за одиночество? Она уточняет, что я не изолировал себя совершенно. То есть я виделась с друзьями, ко мне приходили в гости, я ходил в магазин, но когда приходили эти гости, я их не узнавала иногда, и они мне были чужими, а те люди, которых не существовало, были для меня более реальными. Или, например, когда приходила семья Галимаров, издателей, она говорила, я себя чувствую менее одинокой, но более покинутой. я буду подглядывать, потому что сильно сокращаю из-за времени. Да, по поводу темы безумия. В этом эссе она рассказывает историю, может, это вас развлечет, историю с мухой. Как однажды, как ей было свойственно, она уходила в какие-то пустые комнаты в доме или за дом, и просто сидела, глядя никуда, и часами. Все это мы находим у нее в фильмах, потому что вот это вот сиденье часами, когда человек никуда не смотрит, например, она есть в фильме «Женщина с Ганг». И вот так вот, удалившись от этого всего, она вдруг увидела подзлующую рядом с ней муху и поняла, что муха умирает. Она стала за ней смотреть, наблюдать, сколько это длилось. Длилось это минут 15. Потом оказалось, что муха не умерла. Потом еще минут 10. И она запомнила даже точно время, 3-20 дня. И в этот момент к ней пришла журналистка, которая писала, а не книгу. Она и рассказала про муху. Журналистка стала просто, у нее случился припадок, она хохотала, смеялась, никак не могла остановиться. Ну и она думала, что писательница просто сошла с ума. А даже по прошествии нескольких лет Дюрас вспоминала эту несчастную муху и никак не могла понять, почему об этом никто не знает, ведь это же тоже живое существо. Как правило, у всех писателей начала 20 века где-нибудь закрадется рассказ про умирающую собачку. Тут вот рассказ про муху. К чему эта история? К тому, что концентрация мысли у нее была такая, что весь какой-то ее внутренний универсум стремился в этом вспомнить. И в этом одиночестве, о котором я говорил, Дюрас писала о нем так, что пишет вокруг меня все, каждый предмет, и слова находятся повсюду. И эта проклятая муха, она написала очень многое. Писала она в воздухе, писала она на стенах. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь это расшифрует. И третья тема, чтобы мы успели как-то поговорить, если не захочется вам задать вопрос, потому что как-то я готовиться, и все равно всего не успею рассказать. об отношении... Да, женское письмо. Дюрас как бы замечено в трех общественных движениях, связанных первое с коммунизмом, она была коммунистской, но, правда, не очень долго, лет десять. Потом я оттуда из коммунистической фартии попросил выйти. Свердное было с доносом, и как-то она не так сказала про Вуэрагона, и вообще ходила в ночные клубы встречаться с другими писателями, которые нужны. Но, восстанавливаясь на этом немножко подольше, выйдя из партии, она, в общем, до конца дней думала о том, что единственное... единственный идеал общества существует только при коммунизме. Но вы заметили в этом фильме диалог. «Надо попытаться построить коммунизм». И ответ – надо все-таки попытаться его не строить. То есть это та форма идеальная, которую построить, по ее мнению, невозможно. И тот коммунизм, о котором говорила Дюрас, конечно, он не совпадал с тем коммунизмом, который видели в членах партии, ее окружавшей. не совпадал и не в точке зрения, потому что Дюрас считал, что коммунизм – это религиозная стадия сознания человека без Бога. Религиозная стадия сознания без Бога. И про Бога она говорила так, что он есть, но стул его пуст. И последний ее фильм «Дети» этому посвящен. И, собственно, заканчивается он на такой натюрморте. Много-много, ну не много, но несколько пустых стульев. Про второе движение, явление в обществе. Я сказал, это связано с евреями и с гонениями на них. Причем Дюрас сравнивает эти гонения, ставит в один ряд со сталинскими репрессиями гулагами. И вообще как-то о Советском Союзе очень часто вспоминает в те времена, 70-е годы. То есть для нее Советский Союз был полным провалом вообще идеи создания какого-то нового типа государства. и третье это феминизм, к которому, то есть постепенно она отходила от каких-то общественных проявлений самой себя. Она со временем стала все меньше и меньше участвовать в каких-то движениях. Хотя, выйдя из партии, продолжала следить за событиями в Алжире. А что касается прав женщин, то заявляла свое неприятие запрета на аборты. Но вот сказать, что она яркая феминистка, мы не можем. Ярой, верно, феминистка, мы не можем. Есть книжка, которая тоже не переведена на русский язык. Приблизительно ее можно назвать как «Болтушки» или «Главушки». Это интервью вот, собственно, с той журналисткой, «До свидания» и «Смук». Которая явно совершенно приверженец движения феминизма. Вообще, этот феминизм во Франции был как бы несколькими волнами. Если не вспоминать движение ближе к началу век, то это послевоенное движение и 70-80-е годы. Потому что даже в 80-е годы идеал французской женщины это была домашняя хозяйка, которая... Я говорю это не потому, что я какие-то исторические книги на эту тему читал, а потому что это постоянно мне попадалось в переводах, правда, другого автора. Это... Женщина остается... Как бы идеалом женщины остается домашняя хозяйка, которая находится дома, которая думает, какую ей выбрать новую модель стиральной машины и так далее, так далее. Совершенно никак не участвует ни в чем. И Дюрас... То есть нам... Не знаю, когда я первый раз об этом узнала, почему-то меня это как-то поразило. Я показал, что как-то поздновато 80-й год. Вот. Но в 74-м году, чуть позже того, как был снят этот фильм, Дюрас приводит в разговоре с этой журналисткой такие слова. Вот мой друг говорит, что он очень любит женщины и очень их понимает. То он объясняется им в любви. Но я ему рассказал там про одну свою знакомую, которая любит путешествовать одна, остается одна в отелях, и вообще сама себе хозяйка. Он ее назвал Дон Жуаном в юбке. Ну, это вот такой анекдот, который он мне рассказывает. То есть, насколько неверно он представил себе эту женщину, путешествующую одну. или другой знакомый рассказывает про, опять-таки, свою любовь к женщинам, а Дюрас говорит о тачке. Тачке – это ее, встанет слово, которое вываливается из такого более классического языка, имеется в виду машины, конечно. То есть, женщина приравнивается к каким-то таким, даже не одушевленным предметам, может быть предметам люкса, но предметам. В том же эссе про письмо Дюрас признается, что она никогда не показывает свои тексты любовникам. Потому что мужчины обязательно будут в ужасе, когда узнают, что их любовница что-то пишет. Такого быть просто не может. И в те же 70-е годы Дюрас заявляет, что все женщины, которые пытались что-то сделать в литературе, они представляли из себя как бы такого жутких детишек французской литературы и служили чем-то вместо клоуна. Все над ними писатели смеялись. Это была некая цена за то, что они пишут. Так вот, значит, это книжка интервью «Волтушки», про которую я говорю, журналисты пытаются каждый раз ее как бы притянуть Дюрас к минизму. Он говорит, ну а вот это женское письмо, ну а вот это точно женское письмо. А Дюрас со своей высокой колокольной говорит, ну а вы подумайте. Вот я, например, люблю делать в тексте пробелы, дыры у меня в тексте, белые пятна. Для меня это тишина. Может быть, в этом и заключается женское письмо. В тишине, потому что мужчина в тексте ненавидит тишину. Ну, наверное, на этом я остановлюсь. Может быть, что-то упустил с того, что планировал сказать. Поставим многоточие. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием мы смажем вам о них. Да, нет, извините, дал вам слово, но еще забыл сказать, вспомнил, что хотел сказать. По поводу перевода и образа Дюрас, я вспомнил, посмотрев на экран компьютера, что меня спрашивали по поводу перевода заголовка фильма «Свет солнца жёлтый». Почему, собственно, откуда свет солнца там взялся? Потому что, в принципе, есть два перевода. Один самый простой – «Солнце жёлтое». Другой – в одной диссертации, я подозреваю, я не знаю, но я подозреваю, что автор не читал, не смотрел фильмы. «Солнце – оно жёлтое». У меня два оправдания тому, что добавлено лишнее слово. Первое, шуточное, у нас есть фильм «Калина красная». Но с ним более-менее понятно, что она красная, она поспела и так далее. Понятно, почему он. Есть фильм «Кукурузы зелёные». Сейчас мы сделаем солнце жёлтое, будет светофорным. «Кукурузы зелёные» – фильм «С молодой Бэт Дэвис». Ну, что там имеется в виду? Там имеется в виду, что речь про мальчика маленького, что кукуруза ещё не поспела. Они живут в этом школе. Вот, поэтому дети кукурузы. Вот, кукуруза ещё не поспела, она зелёная. А что делать с солнцем? Она жёлтое. И эта фраза нам, в общем, незнающим или мало знающим дюраса, нам мало что говорит. Там дважды, двадцать четыре, она ничего не значила. Как перевести? Ну, я подумал… Это сначала… Предшествующие мои слова касались того, что… Ну, как бы шуточного, правда. А не шуточного. Что же делать с переводом, чтобы что-то нам… зрителю… какой-то сигнал заголовок подавал? Я начал смотреть черновики, текстов и так далее. У дюрас было несколько… Возможных названий. Например, синий надпись. Имеется в виду татуировка главного героя, который молчит на свете. Нет. Синий надпись. Было… Жёлтый свет. А для меня было очень важно… Название это меня отсылало к концу фильма. Когда идёт вот такое рваное, полу… может быть, сонное, полубредовое, такой наплыв слов. Что они сделали? Шли. Куда? Туда. Пришли? Нет. Свет. Жёлтый. Солнечные лучи. Вот. Опять. Они шли. Куда? Свет солнца. Жёлтый. Я бы ещё точку туда поставил. Вот. Свет солнца. Жёлтый. И здесь же есть… То есть, мне хотелось вот эта перекличка, так сказать, к этому концу фильма. И здесь есть некая поэтичность, потому что… Я подумал, пусть она присутствует, потому что какими бы не были фильмы Дюрас, какими бы они нам не казались однозначными, это всегда очень-очень многослойный пирог поговорил бы про все значения, которые там персонажи и символы, про музыку в фильме и все дела. Ну, может быть, спросите. Вот. Вот, собственно, этим я руководствовался при переводе. А что вообще происходит с переводами Дюрас? Недавно я переводил другой герфи, а текст был уже, знал и что есть текст этого фильма, переведён. Заглянул туда, думаю, что я буду заново переводить, если человек за переводом, хорошо, и текст был. Открываю этот перевод, вижу фразу, вы смотрите на то, что вы видите. Думаю, нет. Я сделаю свою герфи. Дюрас. К чему я это говорю? К тому, что у Дюрас есть, она очень много написала, у неё четыре огромных тома, полное собрание сочинений плеяды, не учитывая песен, дневников. Четыре тома – это большая штука, потому что шрифту плеяда просто издевательски меньше, чем там. Булавочная коробка. То есть очень много текстов. И у неё свой особый язык. Иногда она как бы пишет блоками такими, однотипными. Язык этот прост иногда. Чем старше она становилась, тем проще становился этот язык. И в этом, собственно, сложность перевода этих предложений. Например, сету – всё. Так называется последняя книжка, которая издана, по-моему, даже после её смерти. Запись диалогов, когда она лежала умирающей на постели. Как их переводить? Это всё. Всё кончено. Конец. И так далее. Вариантов масса. Значит, что нам надо знать? Нам надо знать её интонацию. Для этого надо переводить очень много. Вот. То есть, знаем мы её однобоко и переводчиков много, хотя и книжек их не очень много. И этой общей интонации пока мы в литературе переводной не видим, потому что некоторые переводы были даже случайны. Я знаю перевод один, не буду говорить ни автора, ни произведения. Но там в эротических сценах, ну точнее каких, просто добавлены действия, которых хоть раз не было. Я участвовал в написании одного сценария и смотрел, что переведено на русский, а что нет. Вот открыл оригинал и открыл перевод. Я был крайне удивлённый, рассказывал Маше. Там просто сцены, которых хоть раз не было. Люди решили, что. Я не знаю, кто именно решил. То ли издатель, то ли переводчик, что это любовный роман. Давайте. Вот. Вот. И писать это очень сложно. И это не писатель, который делает женские романы. Как бы ничего не имея против, но он не... Там вспоминая, например, любовника или любовника из Северного Китая как-то это издали, учитывая, что роман получил гонкуровскую премию. И вот для раз такая. Нет. Мы посмотрим этот фильм «Я читаю любовник» и подумаем, что она политический какой-то лидер и так далее. То есть я надеюсь, что как-то со временем ситуация исправится, потому что писатель не меньше по своим масштабам, по величине, не меньше, ну, я не буду назвать, ни Пруста, ни Бальзака, ни Джойса, ни Верджини Волков и так далее, и так далее, и так далее. Огромное величине. Спасибо, что Вы пришли, вытерпели фильм у меня. Да, я готов к вопросам. А как Вы можете посоветовать из переводчика? Из переведенного что можете посоветовать? Из переведенного что я Вам вам посоветовать? Из непереведенного, даже. Ну, попробуйте. Знаете что? Я бы Вам посоветовал, на самом деле, с фильмов начать. Потому что фильмы, очень часто в два раза делала фильм, а потом на основе этого делала книжку. И это причем были два разных произведения для нее. Она считала, что она не пишет романы, она пишет книги. Я бы на Вашем месте начал с кино. Индия Сонг. Разрушать, говорит она, вот я ее пересматривал, его с фильмом переводила Маша. Все это в интернете есть. Вот так. А книги все-таки? Ну, я после какого-то момента перестал их читать переводы Дюрас. Я бы Вам порекомендовал все, что есть, потому что пусть там и добавлена любовная сцена, но у нас нет другого варианта, чтобы сравнить. Поэтому все, что найдется. То есть, я правильно понимаю, что Вы считаете все имеющиеся переводы на русский неудачные? Я считаю, вот как. Спасибо, что Вы так перезадаете вопрос, потому что иначе бы я не вспомню. Я бы Вам обязательно посоветовал две книжки Амфоры. Это «Платин против Тихого океана» и «Моряк из Гибралтара». Есть еще очень такое давнишнее издание «Модерат Контагиевы». И очень хороший фильм, хотя это не две раз снимала, и она вообще не любила фильмы, которые по ее произведениям смотрят по-другому. Совершенно ненавидела Жан-Джака Ано, который снял «Любовника». Вот эти три книжки точно переведены, слава Богу, что переведено и хорошо, и замечательно. Наташа Исаева и ее супруга «Все пьесы». Книжка такая зеленая, все знают. «Все пьесы в две раз» называется «Вторая музыка». Я не помню там название, вынесли название одной из пьес. Вот четыре книги, я могу сказать вам лучше. А как-то долго их вспоминал, потому что это давнишнее дело. «Вторая музыка». Да. Можно я прошу? Да. «Вторая музыка» «Вторая музыка». ей журналист говорит, а вот вы сказали, она на нее смотрит, я так сказала, правда, я не могу так сказать, то есть на самом деле она любила так, по противоречию себе, но вот у меня в конспекте не сказано, мной осталось, она, например, считает, что у спасила этой журналистки, потому что, так бы, может, она этого не сказала, а журналистка подкинул мысль, что только женщина проживает любовь и письмо как бы на полную катушку, почему, потому что, вот если вы заметили здесь, главный, собственно, герой, он, ну, как мужчина, он молчит все время, и вообще мужская фигура у Дюрас, она очень часто, она схематична, она просто присутствует или молча как-то участвует, ничего, не обрисовывается ни характер, ничего, идеальный, вот, пример того, что я говорю, это моряк с Гибралтара, мы прям с него начнете, он меня убился, вот, то есть это некая фигура, мужская, к которой Дюрас стремится, стремится, не Дюрас, а ее героиня, стремится, 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 но мы про это моряканцы не знаем, в общем, это подтверждение того, что Дюрас, ну, как мне кажется, это писатель процесса, и совершенно неважно, что там, в конце концов, чем закончится, лишь бы длился процесс, поэтому есть три версии, там, текста Аврелли, поэтому после «Разрушать» она снимает солнце и все дела, но что этот мужчина в романе делает? Он, по стоп-поскопу, когда он присутствует, часто героини к нему испытывают нечто любовное, он быстро как бы насыщается, происходит нечто, мужчина вываливается из действия, он насытился, он готов, а женщина никогда, по Дюрасовской версии, это тоже все, я перефразирую то, что она говорила, она никогда чувствует ее героиней, она это не приписывает всем женщинам, но ее героини такие, что они никогда не могут достичь какого-то своего удовлетворения, она никогда не насытится этим идеалом, этим моряком, кем угодно, в том обличии. Поэтому, почему так происходит, потому что она так понимает любовь, как никто больше понять не может, она и проживает полностью, и когда в связи с этим фильмом, с тем, которым ты переводила, она говорит, что разрушать – это значит любить, а любить – это нельзя понимать буквально, потому что любишь, отринув как раз вот эти стереотипы, которые тебе навязываются. И точно так же, почему я говорю об этом, потому что точно так же она воспринимает способность женщины писать. И журналистка как бы подытоживает, как она любит делать, она говорит, что получается, что и мужчине, чтобы писать, надо быть немножко женщиной. Вот как-то так. Я не знаю, время, вопрос. Нет, еще есть немножечко. Да, ну может кто-то хочет. Суждение. Вот, давайте. Мне показалось, что вот этот фильм очень тяжелый. Тяжелый, да. Сразу начинаю, вот я начинаю вспоминать вот этот тяжелый регистр речи, когда сакрально пожирает состояние вещей. Да. Это вот то, что было в советском, в идеологическом языке. То, что было вообще везде в 60-е и 70-е годы. Соответственно, вот как этот язык вытащить, да, он пожирает, вот это бесконечные паузы, такое тяжелое глубокомыслие. Можно выйти как бы в позицию наблюдателя за наблюдателем. То, что она делает, она изучает вот этот вот режим речи. И, ну, то же самое делали, как Кира Муратова, в то же время, то же самое. Ради этого работал берез, чтобы этот режим речи развалить на машинное желание, чтобы он не так быстро сжрал. Ну, и вот, соответственно... Ну, вот актуальность фильма, вы начали об этом говорить, сейчас почему-то, казалось бы, после 30-ти или почти 40-ка лет работы по убиранию этого режима речи, да, он вдруг возвращается. Но вроде как бы возвращается с несколькой-то другой симптоматикой. Вроде бы не потому, что он так вот сразу жрет, а потому что как будто бы не завелись те языковые рефлексии, которые вырабатывали в течение 30-ти лет. Ну, и тогда получается такой стратный вопрос. Куда делись 30 лет в культурные рефлексии языка, да? И мы опять стоим перед этой проблемой хищной сокральности. Да, ну, вы знаете, я могу... Точка? Да. Я могу, как бы, не могу вам ответить, куда они делись. Нет, это риторически. Это риторически, да. То есть это мы как раз будем в процессе находиться, как любил Дюрас. Но я могу дополнить вот ваше прекрасное размышление деталями к фильму. Во-первых, ну вот я, когда его переводил, я понял к концу фильма, что... То есть я его уже сколько раз посмотрел, что... Потому что я тоже начинаю сходить с ума. У него есть определенные приемчики, которые, кстати, есть у Муратовой. Постоянный повтор и переспрашивание. И когда человек переспрашивает, он тебе как бы все зачеркивает то, что ты имел в виду. В этом есть и какой-то мотив, ну вот, так сказать, заговора, или что-то такого. Какой-то зомбир, деконструирование в тот же самый момент. Это вот первое. А второе, что касается речи, как раз о которой вы сказали, о которой мы все уходили-уходили, потом вернулись. Здесь есть момент, когда мы слышим снаружи, из радиорубки, голос диктатора. И замечательный Алексей Тютькин, который делал филигранно, как ко всем переведенным новым фильмам субтитры, добавил с квадратных скобок звучит немецкая речь. И я ему упишу, если я сделал правильно, но это не немецкая речь. Почему? Объясняю, значит, что хотел дираться. Она сказала так. Надо взять речь любого диктатора, или тех, кого я называю, Деголя, или Помпиду, или Кастро, и немножко стереть гласные. И получится речь первоклассного демагога. Вот это мы поставим в фильм. То есть это универсальная некая, какой-то звук, который мы слышим, о котором вы сказали. Вот просто две таких детали. Сколько у нас? В общем, практически все. Если у наших вопросов нет, мы можем немножко договориться. Может, почему-то просто. А есть какие-то версии, почему фильм его сняли с проката? Его не сняли с проката. Ну, как бы, смотрите, это как подумать. Я вот об этом думаю-думаю, ответ, конечно, я думаю, что официального не найдут. Во-первых, они большой прокат, они просто не выходили, потому что они бы не собрали много зрителей. То есть этот момент нельзя не учитывается. А дюраство по этому поводу говорит, что я, поскольку, то есть на 74-й, 72-й год, когда я начинала написать это в 70-м, на тот момент она себя считала подпольным писателем. Писателем, который не читают и даже иногда не знают, что она женщина. И вот эта журналистка, о которой я говорю, говорит, перестали ставить ваше имя, ставить только фамилию, чтобы люди думали, что ну, как мужчина, как женщина читает. И дюраство хотело, вот как подпольный писатель, да еще и кино снимает, чтобы это выходило в каком-то маленьком, закрытом клубе или что-то в этом духе. Поэтому фильм шел, не он один шел, только две недели в маленьком зале. Но дело в том, что все остальные фильмы, ну вот кроме «Человек с Атлантики», они потом были изданы, они выходили сначала на видеокассетах, как я 20 лет назад добывал эти кассеты, вы бы знали. Прям детектив можно писать. Недавно вышло, то, что не выходило на видеокассетах, вышло на DVD, но вот осталось несколько фильмов. Два. «Солнце желтое» и «Человек с Атлантики». Я думаю, что это произошло, либо это какие-то авторские права, потому что до недавнего времени, пока наследник и обладатель авторских прав Яна Андреа, ее последний спутник, был жив, все правы принадлежали ему. Ну, разумеется, ему и издательство. Но он был живой наследник. Видимо, что-то было связано с продакшеном этих фильмов. Это первая догадка. Вторая догадка, ну, не знаю, может быть, все-таки слишком сильный фильм для того времени она сняла. И мне кажется, опять-таки, тоже, несмотря на то, что, вроде как во Франции, все произведения изданы, биографии изданы, все дела, но очень много темных пятен остается. Что, может быть, произошла утечка этих двух фильмов, потому что они появились на совершенно, даже не на трекерах, а на свободном доступе. Когда был юбилей Дюраса в прошлом году сто лет. Я думаю, что как-то кто-то подшарил под ванной и перешла вот эти тренки. вы не знаете. Маленькая реплика в ответ на то, что Анна говорила. Вопрос не только в том, куда делись эти 40 лет после этого фильма, но и куда делись эти 25 или 30 лет до этого фильма тоже, потому что, если, например, представить как сценарий или как текст, как пьесу, или как радио, то, конечно же, и редуцировать все отсылки к идеологии, то, что Алла называет глубокомысленностью, сакральной хищностью, да, мы увидим, что эти ретурнели, эти паузы, это общее место вообще французского нового романа, даже того, что предшествует французскому роману, это Бекет, конечно, начало 40-х и там середина 40-х, вот это Бланшо того же времени, чуть позднее это Роб Грие, естественно, ну и прежде всего, конечно, Клод Симон будет самый великий из этой плеяды авторов, вот, интересно, что она, конечно, и принадлежа, в то же время не принадлежа, это могут быть причатываться в тех же самых издательствах и в тех же самых журналах и дружа из Бланшо и подписывая и составляя с ним эти все названия, документы, вот, тем не менее, именно за счет привнесения политических концертов, разрывающих вот эти ретурнеры, уже как бы ставшие неким автоматизмом и ассоциирующиеся именно с техникой нового романа, пытаются создать типа нечто новое, что как бы вставляет палки в колеса вот этой инерции, вот, то есть вопрос на самом деле интересный, потому что здесь как бы возникает за счет этого зеркала как бы симметрия, которая бьет не только как бы в нашу сторону, да, в сторону как бы будущего нашего, настоящего, а еще и как бы назад, действительно, это важно, потому что сороковые годы, действительно, все эти люди, они в Париже, они оккупированы немцами, и роман как бы псевдо-биографический, или квази-псевдо-биографический боль, вот, он описывает это унижение, то есть, там, там, многие, многие из этих людей там ходили к штурбан-фюрерам на прием, там, и спали с ними, потом, это было очень страшно, поэтому, за Холокостом, и за этим трауром, маячит еще и совершенно другое, конечно, то, что не проговаривается, это сакральная тяжесть, а она еще, как бы, здесь, вот, как бы, ниже пояса, то есть, если знать, действительно, биографический подтекст, то, что вы не до конца рассказали, просто, вся эта история с Ансельмом, с ее мужем, который был угнан в Маслагерь, это только одна треть того ужаса, через который она прошла, как участник невольной сопротивления, который был втянут в сеть подпольщиков, и потом самые жесточайшие способы возмездия учинял над псевдоколаборационистами, отыгрывая за собственное унижение. Это, конечно, история всей Франции в некотором роде, и то, что здесь жиды, а не евреи, мне кажется, это тоже некоторый вопрос у меня вызывало, потому что это тоже разные регистры, но когда нет этого перепада от жида к еврею, жид перестает быть непроизносимым словом, стигматизирующим, он превращается в обычную матерщину, то есть, если мы ругаемся все время, прокладываем нашу обычную речь матом, мат теряет свою сакральную силу. Также здесь с жидом, мне кажется, я чуть-чуть, это как бы апропо, я хотел просто сказать, что тут за вот этой как бы идеологической поверхностью коммунизм, тоталитаризм, убийства, расстрелы, торговцы, капитализм, это как бы такие действительно очень картонные концепты в речи присутствуют, но если чуть-чуть знать географический подтекст и как бы тот личный материал и личное отношение с участниками сопротивления и с авторами нового романа, с которыми очень были сложные личные счеты в один раз, то этот фильм смотрится совершенно иначе. Ну, конечно, и вообще я бы, сейчас, если можно, вам по трем пунктам что-то сказать как раз в ответ, вообще ее надо пересматривать. Я лично со временем, может, привык как-то, но я восприваю просто как фикшен как-нибудь. Когда что-то взрывается, мне как-то скучно, а вот раз, мне кажется, прям вот, шутит. Вот, но я вам отвечу вот по нескольким пунктам, например, про планшо очень важно. Спасибо, что вы напомнили, это тот текст, тот текст романа, который послужил к созданию этого фильма. Роман называется, я сегодня про него вообще еще ничего не сказал, Абан, Сабана, Давид, называется роман, по нему снято Солнце желтое. Так вот, когда я расписал сценарий, это был один из очень редких таких моментов ее жизни, когда она кого-то допустила к написанию этого текста. Эдим Кем-то был как раз Бланшо. Почему Бланшо? Потому что она прочитала его текст «Быть евреем». Как, как, как? Называется так, но я не знаю, переведен ли он на французский, я что-то не посмотрел по-французски, называется «Быть евреем». А, да, 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 есть у меня тут. Вот, и что он ей сказал? Он как раз ей сказал, вот кое-что там убрать из текста. Например, там была любовная линия между Собаной и молчащим евреем. Там было много частностей, каких-то деталей, которые явно намекали на Кубу и на Китай. А там явно это как-то все маячило, и он ей сказал так. И она к нему в этот раз прислушалась. Он ей сказал так, что если ты хочешь возвести это как раз на уровень универсальности, то убери детали, потому что это становится, когда ты замахиваешься, а там ну, как бы частные вопросы там любви и так далее. Они тебе как бы все портят, всю картину. Поэтому вот некая картонность тут тоже присутствует. Что касается нового романа, то вы так свободно об этом говорите. Значит, знаете, что я хочу сказать, что в свое время она к нему принадлежала этому движению, потом он сказал все, до свидания, я ухожу. То есть совершенно не факт, что она ушла далеко от него, да, но вот ее самость это как бы частью образа. Ну, и то, что вы затронули вскользь, даже в французской википедии есть эта история с арестом ее мужа, когда я вот середину той истории я пропустил, когда она обольстила доносчика мужа с той целью, чтобы мужа не убили. И именно поэтому как бы это, видимо, добавило уже последней капли, почему она заявила на него и не успокоилась, пока не добилась смерть наказа. но вообще текст, по-моему, очень важный и нужный. Мне кажется, как раз русский перевод, в отличие от прозы, перевод как раз-таки более, ну, более-менее, мне кажется, адекватный. да, 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 да. Ну что, будем загружаться тогда уже в 11-й. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.